В настоящее время на Кубани открыты и работают множество казачьих детских садов и школ. Тысячи ребят обучаются под руководством опытных педагогов и казаков-наставников. Стратегия государственной политики в отношении казачества подразумевает воспитание детей на основе традиционных ценностей. Именно для этого и присваивается региональный статус казачьей школы все новым учреждениям образования. В Славянском районе 5 школ, имеющих статус казачьей образовательной организации. Казачьи классы и группы казачьей направленности открыты в 31 школе. В 28-й Анастасиевской школе имени полного кавалера Ордена Славы Михаила Романовича Перегоненко уже накоплен богатый опыт воспитания ребят в казачьем духе. Более 20 лет здесь действуют казачьи классы, сейчас их 18, а это 373 ученика. И вот в школе присваивается региональный статус казачья образовательная организация. На торжественной линейке, посвященной этому значимому событию, присутствовали учащиеся и учителя, родители казаки, жители станицы, почетные гости. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил школьников и всех собравшихся с праздником. Мы любим свою малую родину, гордимся Краснодарским краем. Станица Анастасиевская, Кубанская станица, где проживают казаки. Мне очень приятно, что Семко Александр Григорьевич, атаман Славянского района, живет в станице Анастасиевской, учился в вашей школе. И сегодня действительно праздник, потому что казаки – это хранители истории, это наши защитники, это прежде всего труженики. Наши дорогие ребята, вы еще маленькие, но вы будете нашими защитниками, вы будете трудиться в экономике, я уверен, Славянского района, в бюджетной сфере. Поэтому вы наша гордость, и я уверен, что вот здесь именно благодаря казакам-наставникам воспитается ваш характер. Глава Анастасиевского сельского поселения, атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко отметил, что быть казаком – это большая честь и ответственность, и казачьим статусом в школе нужно гордиться. В нашей казачьей станице, любимой станице, статус казачьей присвоено моей любимой 28-й школе. В этом прошедшем году учебном, спасибо большое, очень многое сделано благодаря руководителю района Роману Ивановичу Сенеговскому, управлению образования, коллективу школы 28, родителям, для того, чтобы мы получили с вами этот статус. Я хочу пожелать вам, дорогие дети, одного – называться казаком не каждому дано. Для казачьего народа нужны достойные, сильные, смелые, ответственные люди. Хочу пожелать вам мирного неба, добра, удачи и успехов во всех ваших делах. Александр Семко подарил школе икону и книгу об истории Таманского казачьего отдела. Директор 28-й школы Марина Рябцева сказала, что школа заслужила это право называться казачьей своими делами. С этого года у нас будет очень много новых тропинок. Наши юные казачата освоят азы военной подготовки. А наши маленькие красавицы-казачки освоят азы кулинарии, рукоделия и будут настоящими в будущем хранительницами очага. Звучали приветственные слова, наставления. Казачата читали стихи, пели песни, показали красивый танцевальный номер. Матушка землей белая белая снята, для меня света яну, для других саножника. Во дворе школы дети вместе со своими классными руководителями подготовили выставку в традициях казачьего гостеприимства. Почетных гостей ученики встречали хлебом с солью и делились своими знаниями о быте казаков. И первоклассники, и учащиеся старших классов очень рады, что их родная школа стала казачьей. Сегодня для нас очень важный праздник. Наша школа получила статус казачьей школы. Мы очень рады этому, потому что мы хотим учтить традиции. Мы любим свою историю. Я люблю Россию, я люблю Кубань и горжусь, что я в казачьей школе. После торжественной линейки учащиеся показали интересное представление, в ходе которого они рассказывали об истории возникновения своей родной станицы Анастасиевской, ее обычаях. Главное станичное богатство – это люди. Они трудолюбивые и смелые. И казачата школы – подрастающая достойная им смена. Ребята – будущее своей станицы, ее труженики и защитники. Прекрасные традиции были у казаков в течение многих лет. Такими они остаются и сегодня. Воспитание настоящих юных патриотов Отечества – процесс многогранный и творческий. И он будет здесь успешно продолжаться. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».